Добрый день, уважаемые трейдеры! В этом видео мы расскажем о том, что предшествовало росту цен на нефть в последние дни, а также проанализируем ситуацию с российским рублем и сделаем ряд прогнозов относительно национальной валюты России. Будет интересно, не пропустите! На вчерашних торгах цены на нефть не просто продемонстрировали небольшой рост, они сумели вернуться к локальным максимумам. Причем за последнее время нефтяной рынок предпринимал уже две безуспешные попытки подняться выше. Рост тормозит не только решение Саудовской Аравии и снизить отпускные цены. Кроме этого нефтяному рынку мешает добиться успеха отсутствие какой-либо информации относительно дальнейших перспектив глобального спроса на черное золото. По сути дела нет новых данных, которые показали бы, что спрос будет повышаться и дальше. Следовательно, ценам на нефть расти попросту не с чего. Так что очень высока вероятность того, что уже сегодня мы увидим очередной отскок цены от локального максимума. Тем временем данные американского института нефти, опубликованные в среду, показали менее существенное, чем ожидалось сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе. По оценкам запасы снизились на 2,88 млн баррелей после падения на 4,04 млн баррелей недели ранее. Тем временем котировки марки Brent уже седьмой день подряд держатся в границах между 70,5 и 73,5 долларами за баррель. В целом процесс накопления торговых сил виден невооруженным глазом, поэтому торговая стратегия по Brent остается прежней. Трейдерам имеет смысл работать на пробой той или иной границы диапазона. И пока снижение цен не ожидается, вероятно, котировки вырастут до 73 долларов за баррель. Что касается марки WTI, то ее торговый график находится у значения 68,20. При этом котировки американской нефти все еще продолжают двигаться в боковом тренде. Для WTI в качестве границ диапазона торгов служат ценовые уровни от 67 до 70 долларов за баррель. Таким образом, относительно этих уровней на рынке ведется работа на пробой. В то же время курс доллара по отношению к рублю отскочил от уровня сопротивления на отметке 73,50, и котировки валютной пары сразу вернулись в район значения 73,15. В то же время статус перекупленности по долларовым позициям по-прежнему отсутствует, поэтому в данной ситуации трейдерам следует выждать пробой уровня сопротивления. И только после этого стоит рассматривать последующие позиции на покупку. В случае удержания котировок выше значения 73,50 нам откроется путь к ценовому диапазону 74-74,40. А вот при удержании цены ниже значения 73, для пары будет актуален альтернативный сценарий на снижение. Ослабление рубля по отношению к евро развивалось по тому же сценарию, что и с долларом. Сначала на торговом графике пары евро-рубль мы увидели отскок от уровня сопротивления 87,00, а затем котировки вернулись в район цены 86,50 рубля за евро. При этом следует иметь в виду, что откат оказался достаточно большим. Это, конечно, увеличивает риск возобновления нисходящего тренда. Подтверждением данного сигнала станет удержание цены ниже значения 86,40. Однако до тех пор, пока сигнал не подтвердится, для пары все еще сохраняется шанс возврата к уровню сопротивления. Однако, по мнению экспертов, рубль в любом случае ждут не лучшие времена. Дело в том, что вчера уже после закрытия торгов были опубликованы данные по инфляции в России. Отчет показал инфляционный рост с 6,5% до 6,7%. Следовательно, больше нет никаких сомнений в том, что Банк России завтра в очередной раз повысит ключевую ставку. Но беда в том, что российская экономика находится явно не в лучшем состоянии. Такое ужесточение монетарной политики скорее вредит, чем приносит пользу. И подобные меры лишь ослабляют российскую валюту.